Говорят, единственный способ купить любовь за деньги – это завести собаку. С этим, конечно, можно поспорить, но то, что животные дают радость и тепло, абсолютно точно. Так в Алматы прошла благотворительная акция, в которой каждый желающий мог помочь братьям нашим меньшим, а заодно сделать подарок себе и приютить комочек счастья. Очень часто на улице можно встретить бездомных животных. Есть и такие, которые совсем еще недавно уютно жили в любящем доме с хозяевами, но по каким-то обстоятельствам тоже оказались на улице. Приятно знать, что есть те, кто своим желанием спасает животных и помогает им приобрести новый дом. В минувшие выходные в Алматы прошла акция «Давай поможем». Этот благотворительный день собрал всех любителей животных, которые не безразличны к их судьбе. Около 10 благотворительных фондов и приютов приехали со своими маленькими пушистыми друзьями и раскрыли свои шатры в поисках новых хозяев для них. 105 кошек и собак пришли с надеждой обрести дом. В общем, на попечении фонда у нас находится ежемесячно порядка 100 животных. Кто-то уходит, кто-то приходит, но стандартная, как такая константа, да, у нас 100 животных имеется. У нас пристраивается от 20 до 50 животных на разных мероприятиях по-разному. Бывают, правда, возвраты, но это порядка 10%, а так мы пристраиваем очень большое количество животных. Действительно, многие с большим удовольствием забирали себе зверят. Приятно, когда родители приучают детей к добру и ответственности с ранних лет. Я взяла котенка, мальчик. Акция «Давай поможем» в субботний день осени радовала всех. Все желающие помочь бездомным животным могли приносить в пункт сбора все, что им не жаль для питомцев. Корм, игрушки, лекарства, наполнители и многое другое для полного счастья в приюте, пока им не встретилась семья. Мы бы хотели пожелать людям быть людьми, быть человечными, защищать животных, не бросать их, стерилизовать, нести ответственность за своих животных, которых они приручили, и понимать, что животное – это тоже живая душа, и жизнь собаки, кошки, попугайчика, она равноценна жизни человека. Я хотела бы попросить наших горожан быть немножечко снисходительными к животным, более доброжелательными. Все-таки это братья наши меньше, это по большей части наша вина, что они на улице. Ну, чтобы не били их, не пинали их, хотя бы вот такой минимум. Ну и чтобы брали животных из приютов, конечно, потому что они очень благодарны. Приятно было наблюдать, как дети с умилением следили за животными и просили мам и пап о новом четвероногом друге. Каждый мог взять на ручки домашнего зверька и ощутить, насколько это беззащитные существа и как им нужна забота человека.